10 февраля 2003 год. Имя? Настя. Вероника, 2004 год, 18 дн. Алена, 10 мая, 2002 год. Ирина, 5 января 2003 год. Набила 15 февраля 2003 год. Вероника, 28 апреля 2004 год. Когда развалился Советский Союз? Ну, в 1901 году. В 1902 году. В каком? В 1902 году. Нет, нет, нет. В 1901. В 1901 или в 1902? В 1901. Да, в 1901. А что такое Советский Союз? Это Советский Союз. А как вообще, как возможно, что развалилась страна? Как так? Наверное, разные какие-то политические предпочтения. Не знаю, разногласия. Ну, а как это было? Они что, они просто взяли... Ну, вот как это происходило? Кто-то что-то не доподписал. Вот была одна страна, а стало сколько? Много. Ну, 15 или сколько там? 16. 17. 20. Ну, и вот как так произошло, что вот была одна, а стало вот так много? Ну, разногласия. Там разбились разные религии. Ну, как, вера-религия? Нет, религия не религия, а больше политика влияла. Ну, то есть... Хотя был же один, да, этот... Ну, то есть чего? Они собрались и... И взялились. Это желание народа, может быть. Да-да-да, именно желание народа. Это желание власти. Я думаю, вряд ли, что это желание народа, потому что... Да. У тебя в стихотах было, как бы, все было в коррупции, все бандиты. Думаю, вряд ли, это было желание народа. Они, думаю, не хотели этого. Когда приходили в магазин грабить, грабили людей на дорогах. Нет, наверное, все-таки народ, все-таки... Да, потому что... Большая страна... Разные национальности, так они уже по-своему разбились. Много слоев, населения и... Они раньше... Они раньше были буквально братьями. Им было как-то... Предпринимали, потому что там украинец или там казах. А смотри, вот два года назад так же и было, а теперь что, видишь, вот раз что-то случилось, и все, и разделились. И так, и в то время тоже, наверное, так же... Вот, возможно, разделились не люди, а власти. Просто там, кому-то что-то не нравилось. Ну, вот, это два варианта. Либо это власти, либо политические какие-то разногласия, либо остальные разногласия. Ну, это как бы мирно, бескровно просто как-то. Мы не можем этого обсуждать, потому что нас не было в стране. Не то, чтобы бескровно, я просто не уверена, что это все было мирно. Ну, не совсем мирно, какие-то события. Возможно, игрались в войне в Афганистане. Возможно, что это тоже явно это решение. Помните, Женя рассказывал, что в Москве, там, в 90-е годы, 15 лет, да? Что, 15 лет? Ну, что, 15 лет они жили вот как-то напряжён-то. А, ну, да, взрывы, конечно, конечно. Вот это тоже, это из-за чего произошло? Даже последний вот теракт когда был? В 12-м году, кажется. Когда в аэропорту взорвали до сих пор. В Дедово. Да, да, да. Ну, насколько это связано с Советским Союзом, это, конечно, другой вопрос. Ну, ну, я хотела сказать, что... Ну, хорошо. Ну, хорошо. А что вообще хорошая страна была? Почему она развалилась? Может, она плохая была? Ну, во-первых, свежий нет. Это была очень богатая страна. Там нет больше таких продуктов. Да потому что страна была... Это была почти очень огромная страна. Империя. Ты какий, 15 стран в одной стране. Одна Россия занимает больше у тебя земли. Не больше. Ты какий, 15 стран? Это больше материк, что ты мелешь? Ну, тем более. Ну, вот. Это была очень богатая страна. Там было... Там не было собственное производство. Они могли это все свои производства сельскохозяйствовать. Это государство отставало других государств, по сравнению с Англией. Ну, там, именно по технологическому, то есть там научная вот эта вот, науку, в принципе, она отставала. Ну, в России до сих пор отставят в Японии. Ну да. Ну... Не важно. Ну, намного... А почему... Ну, хорошо, если была богатая страна с производствами совсем, почему она развалилась? Потому что... Решили и такие власти, которые решили... Опять же, говорю, политические разногласия. Разногласия. Да. Это политика все повлияла. Ну... То же самое, когда народ... Братьев, 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 Братьев или Карпачев отдал Крым Украине. Это был подарок... Ну, вот, занимаешь жене. Его жене нашу, там, на годах, на свадьбе, что-то такое. Он подарил его просто Крыму. Ну... Ну, хорошо. Вот развалилась. Это хорошо, что развалилась или плохо? Ну, я думаю, мы не можем судить это, потому что мы не жили в СССР, и мы жили только сейчас. Ну, о том и идет речь, что, как бы, какая информационная среда вокруг вас, и как вы это воспринимаете? Ну, сейчас уже первое. Если мы опять все обьянимся, то им будет, ну, лучше. Ну, конечно, во-первых, это военная, да, вот военная... В разных странах большая армия, то есть, да, вот, извините, полмира там почти. В СССР ходила. Ну, да. Ну, очень рады. Очень рады. И, ну... Большая территория там... И что, и вот такая большая армия, она не смогла себя защитить от, вот, развала, от каких-то внутренних брожений? А развал не были? Внутренних брожений... А как без брожений? А как без... А я думала, ну, внешних же этих брожений не было. Может быть, были. Ихи-дино... Ну, какие-то такие вот мелкие-мелкие, да, таракады. Бегали? Кто бегал? Страна. Муравей. Внешне-внешне. И внешне-то такая схожая. То есть, страна была хорошая, а просто политики решили, что ее быть не должно, так? Нет. Я не уверена, что... Может, политики спорились между собой и, как бы... Ну, вот я же говорю про это. А какие-то... А какие политики? Какие политики? Во главе государства всегда один человек. Да. Но есть же приближенные. Ну, да. Вот, что-то, типа, мэров там. Там мэры, вот, это же все. Ну, короче, мэры, но... Как бы они захотели себе свои, как бы, государства? Ну, приближенные просто к этому человеку. Что? И что, они взяли ли целую страну? Почему нет? А есть какой-то один виноватый? Нет. Их много. Ну, не знаю, еще старые люди говорят, что кто-то один в разных странах. Настарывали на них нет. Да. Мне кажется, один в рот из-за Сталина. Сталин умер в 53-м году. А ты вообще никакого... Конечно, конечно. Но он всю страну в косяк поймал, можно сказать. Ну, просто, просто Сталин. У него же... Нагодняка были вот люди, которые за него были, за него. Сталин умер, а люди-то не все умерли. А кулаки остались. Кулаки-то вообще... Сталин умер, но, смотри, что хороший остался. Ну, как люди, приближенные к Сталину, ну да, да. Это они. Люди, приближенные к Сталину, виноваты в развале Советского Союза. Ну, они там еще, понимаешь, мы сказали, она пополняла все это. А если люди, приближенные к Сталину, Сталин умер в 53-м, значит, люди, приближенные к Сталину, прожили еще 40 лет и развалили... Ну, конечно, это были... Ну, почему бы и нет, Швеня. Вот... Какой интересный вопрос. Вот человек, вот зовут, который приближенный, он никогда себя так уже... Пауэльцами. Пауэльцами. Они рожали так уже ребенка, они складывали ему голову, понимаешь? То, что вот, Сталин умер, что я знал, они плохие. Я знаю почему. И дальше, и дальше, и дальше. И 40 лет, пожалуйста. В этом году это не страна. Ну, как бы, страна, политика. Да, но не политика страны, зарубежная политика. Они, как вот, потому что СССР постоянно, они были в ссоре с Англией, с Америкой, с США. Ну, это да. Они постоянно как-то вот конфликтовали. И не могли... Я же говорю, эти мелкие тараканы, зарубежные. Господи, это... Вот они и бегали. В США очень мелкие тараканы. Может, это вот этот страх, что они хотели отделиться, чтобы их никто не трогал? Я думаю, нет. Наоборот, если они государства сплочённые, то они... Они, наоборот, ну... Почему у них украина мелкая? Что она сделает? Стоп, почему они... А, Аляска, Аляска. Аляска? Что они отдали ей? Вот так в тему. Валя, вообще-то Аляску отдала сама... Ещё Екатерина отдала Аляску. Она отдала не на 100 лет. Они её не пытали? Аляску отдал Александр II, не надо. Да? Да. В 1867 году. Где здесь? Мы безсловных. Ну да, тут можно уже мамонтов вспоминать, собственно. Мы против Советского Союза. Это инопланетяне будем. Это были правы Кегипера. Так, последний вопрос, вот просто по головам, по очереди. Можно отвечать просто да или нет, а можно какую-то мотивацию предложить. А ты бы хотела жить в Советском Союзе? Наверное, да. У них были дешёвые машины. Это не очень... Такие, а я отвечаю. Ну, во-первых, не было завышения цен. Во-вторых, производственная, ну, качественная была продукция. В-третьих, ну, воспитание вот было такое, потому что... Ну, то есть, вот сейчас же вот дети, да, они немножко... Ну, не о том думал. Дети странного поколения. А, ну, как-то вот, мне кажется, этого раньше не было. Дороски с мужем. Ну, закончила, просто знаком передавай. Я бы хотела в Советском Союзе, потому что... Да, то, что, наверное, Настя сказала, там всё было дешёвое. И там... Там было дешёвое, вам рассказала, но вкусное вооруженное. Ага. А ты бы хотел быть пионером? А у тебя был опыт разрывался. Я не хотела быть пионером, девочка. Мороженое хочешь, а галстук не хочешь. А я бы не взяла в Советском Союзе. Ну, я не считаю, что я бы применяла сейчас свою жизнь на то, как жили раньше. Потому что раньше всё было одинаковое. Раньше нельзя было никак как-то выделиться. Все были равны. Все были... Не то, что равны. Все были хорошими делами. Не то, что бедные, но какие-то, ну, не знаю, несчастливые люди. Они просто... Ну, вот, что эти... Это я не знаю. Мне кажется, что в Советском Союзе... Вот я бы... Нет, я бы об этом не жала точно. Потому что она любит алкоголь. А тогда я бы была мама. Там не сухой закон. Я не знаю, что это не происходит. Девочки идут. Я тоже не хотела бы... На минуточку я 13 лет. Так, снимем. Если бы сейчас был Советский Союз, это было бы очень сложно отразаться от современных американских граждан. Да, кстати, мы... Китайских. Сейчас все китайские. Не все китайские. Я не знаю. Ютуб. Интернет. Вай-фай, ВКонтакте. А вы думаете, представляете, что это не будет, это вы понимаете, что это не человек? Вы что думаете, что это бы все очень сложно? В 2010-й был бы похож на 91-й? Да. Хочется в 2007 год. Конечно, было бы, но, наверное, не в такие... Так-то первый айфон возник в 98-м, если что. Я так боюсь, говорю. О, какой день? Я только телефон. Ира закончила? Я бы не хотела жить в Советском Союзе. Я не понимаю, почему сейчас вы думаете, что если... Ну, я сколько понимаю, о современном Советском Союзе, да, сейчас идет. Ну, если бы он... Почему-то вы думаете, что не завершали ПЦН? Мне кажется, это бы ничего изменилось. Почему-то вот все люди думают, что если сейчас будет Советский Союз, он будет таким же, как раньше. Я так не считаю. Ну, вообще, вообще, водку, как поставили акциз на водку в 38-м году, 3,62, так она до 91-го года и стоила. 3,62 больше 60 лет. Ну, больше 50 лет. А, все, водка, как-то выложили, а хлеб, а с сахаром. Нет, просто 3,62 – это такая цифра, ну, как бы, из анекдотов и всего. Да, Люда, извини. А, все. Я бы хотела жить в Советском Союзе, потому что, ну, хорошее воспитание, то есть, не как сейчас. Глиб, в телефоне сидишь и не ждешь. Это контакция? Ну, потом хорошая продукция, ну, и люди более скромные были. Еще коррупция была, они так называют себя. Это важно. Не было, не было или не была? Ну, она была, ну, очень мелкая такая. Ну, ну, то есть, она, я же была значительная. Еще вот, мне кажется, что вот все, в Советском Союзе были под каким-то колпаком. То есть, туда очень было сложно выехать за границу. Это было просто... А сейчас как будто легко. А вот на границе, господи, ты не человек, все, уйди. Там было вот такое понятие, что если ты, если ты там был в Америке, то ты принес жвачку, ты принес жвачку. Там, наверное, это людей, которые приехали за границу, смотрели, как будто... Слушай, ну ты не сравнивай, там 20 лет назад. Подожди, стоп, 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 да, говори. У меня мама военная, а мне сейчас вообще запрещен выезд за границу. Вообще он запрещен, в целом. А вообще, вот сейчас у вас, вы, вы, кто был за границей? Руки поднимите. Я была в Украине. Я была в Украине. Ну, давайте за границами постсоветского пространства. А, нет. Ты где? А, ну вот. А где Волгарь? Хорошо, а вы много знаете людей, которые были в Америке? Тебя? Не знаю. Он был в Канаде. Я... Он не был в Канаде. Он пересел... Он только пересел в Канаде. Уже не было своих снах в Америке. Ага, хорошо, ладно. Я даже в снах не была. Ладно, все, выключаю. Ты потом скинешь на меня?